Привет всем, кто ведет активный и здоровый образ жизни. Сегодня среда, а значит время подвести спортивные итоги последних 7 дней. Вы смотрите Спорт Тайм. О самых заметных и интересных событиях последних 7 дней расскажем вам мы, Людмила Малинина и Евгений Осколков. Смотрите сегодня в программе. Надежда разрушила надежда. Вологодские баскетболистки в 1-4 финале чемпионата страны уступили клубу из Оренбурга. Впереди только плей-аут. Череповецкие волейболистки завершили регулярный чемпионат. 20 лет вместе. Большой хоккейный праздник состоялся в городе на Шехтне. Добро пожаловать на Лигу территорий. В областной столице стартовал мини-футбольный турнир среди ТОСов. Ну что ж, начнем со спорта номер один в этом месяце. Баскетбола. Понимаешь меня с полуслова. Так вот, прошедшая неделя для чувака ты выдалась весьма напряженно, и команда боролась за выход в полуфинал чемпионата страны. И, как и год назад, на этой стадии плей-офф соперником вологжанок стал клуб «Надежда» из Оренбурга. Старт в этой четвертьфинальной серии получился очень ярким. Первый матч команды играли в Вологде. И, как и год назад, преимущество домашней площадки помогло Шевакаткам одержать победу. Уже в стартовом отрезке хозяйки паркета в прямом смысле слова разгромили соперниц. В какой-то момент разница в счете достигла 21 очка. Начали плохо игру вообще. Старт был. Проспали мы его. Потом вроде нашли контакт какой-то, но мне все равно не удалось, как бы сказать, поймать свою игру. В третьем периоде соперницы сократили отставание до трех очков, но сравнять счет так и не смогли. В заключительные десяти минутки вологжанки вновь оказались более собранными. В итоге во второй раз в сезоне обыграли одного из фаворитов первенства – 90-81. Сегодня все-таки была, наверное, самая лучшая игра у нас в сезоне. И ставку делали сразу же на быстрый баскетбол, особенно при подборе и перехвате или потере их мяча. Ну и где-то это очень хорошо получилось. Сегодня мы показали очень хорошую игру от начала до конца. Тренер нам постоянно подсказывал. За 3-4 минуты до конца он попросил успокоиться, аккуратно доиграть матч и больше не совершать ошибок. Для выхода в полуфинал вологодской команде было необходимо одержать еще одну победу на выезде. И наиболее близка к выполнению этой задачи Чаваката была в первой игре в понедельник. Тогда, к середине заключительной десяти минутки, вологжанки максимально приблизились к убегавшим на протяжении всей встречи с баскетболистом Ренбурга. Но догнать их до финальной серии так и не смогли. 76-63. Счет в серии стал равным. Ну а на следующий день Надежда окончательно разрушила все надежды вологжанок уже в стартовом отрезке. Плюс 20 очков за 10 минут. К концу встречи разница в счете увеличилась до 30. Таким образом, Надежда вышла в полуфинал, где встретится с подмосковной Спарта Энт Кей. А вологжанки будут бороться за места во второй четверке первенства. Ближайшим соперником Чавакаток станет Ивановская энергия. Первый матч пройдет на площадке соперниц в эту субботу. А затем во вторник, если понадобится в среду, команда встретится на вологодском паркете. А они сейчас активно готовятся к плей-ауту, борьбе за попадание в десятку сильнейших команд страны. Череповецкие волейболистки на минувшей неделе завершили участие в регулярном чемпионате страны. С кем они, кстати, играли в последнем матче? Играли они с московским «Динамо». Это фаворит Суперлиги. И в этом матче у «Северстали» стояла главная задача – выиграть хотя бы два сета, чтобы попасть на десятую строчку в турнирной таблице. Но в итоге с задачей справиться не удалось. За собой хотя и паркета оставили только один сет, и в итоге отправились на одиннадцатую строчку. Впереди череповецкую команду ждет плей-аут. Двухкруговой турнир среди команд, занявших последние четыре места в таблице. Помимо «Северстали» это у «Фимочка», «Красноярский Енисей» и «Саратовский Протон». Первый тур плей-аута пройдет в Саратове с 12 по 14 апреля. Мы будем надеяться, с игрой, которую мы в принципе неплохо показывали, мы должны побеждать команды, которые, так скажем, в нашем плей-ауте играют. А вот болельщики Вологодского политехника свою команду в этом сезоне еще увидят. Буквально через пару недель в областной столице начнется заключительный тур в финальных игры высшей лиги. И каковы же шансы, Вологжан? Попадание в десятку сильнейших команд в своей зоне весьма хорошее. Это показал и последний тур, который в минувшие выходные прошел во Владимире. В его рамках нашей команде предстояло сыграть пять матчей. Лишь в одном из них с Казанской академией Вологжане уступили. Во всех остальных уверенно переиграли соперников. Питерскому автомобилисту и московскому «Спартаку» позволили выиграть лишь в одной партии. А командам из Владимира и Твери и вовсе не оставили никаких шансов. Таким образом, в этом туре команда заняла второе место. Заключительный финальный раунд пройдет на Вологодском портрете. Болельщиков ждут в спортивном комплексе «Спектр» с 23 по 28 апреля. Вход на все игры свободный. Ну и как же в ряду всех профессиональных клубов не вспомнить хоккейную «Северсталь»? Хотя фактически сезон у нее завершился еще в марте, накануне на трибунах Ледового вновь собрались тысячи болельщиков. Все они пришли поздравить команду с успешным выступлением в этом сезоне, а также отметить 20-летие переименования клуба «Северсталь». Кстати, а как она раньше называлась? Очень оригинально «Металлург». Праздник начался с трогательной церемонии. Под свой дворца были подняты игровые свит религиян череповецкого хоккея Александра Муравьева, Владимира Кочина и Игоря Петрова. «Прекрасное зрелище, как я уже в одном интервью говорил, великолепно видеть на трибунах людей, которых мы уже на протяжении сезона постоянно видим. Видели, как бьются их сердца, видели, как они переживают за нами. А такой шикарный праздник еще больше объединил и команду, и болельщиков». А далее пришло время подводить итоги сезона. Он для «Северстали» получился самым успешным за последние 10 лет со времен выхода в финал чемпионата России. Хоккейный бум вновь вернулся в череповец. «Была очень мощная поддержка в этом году со стороны болельщиков. Было очень приятно играть дома. Стадион практически всегда был полным, не говоря уже плей-офф». «Сегодня хоккей в Череповце вновь собрал аншлаг. Полный ледовый дворец собрался для того, чтобы поблагодарить команду за хороший сезон, а также еще раз посмотреть хоккей перед долгим перерывом до сентября». Неудивительно, что на подведении итогов сезона трибуны были полны, как и на матчах чемпионата КХЛ. Немного испортило настроение болельщикам, только внезапная отставка одного из главных творцов успешного сезона «Северстали» главного тренера команды Андрея Назарова, который решил продолжить карьеру в Донецке. «Довольны вроде бы все остались. Ну, были отдельные игры, конечно. Ну, а так сезоном довольны. На выезде хорошо играла, команда все время билась». «Да, в принципе, я доволен. Как команда, хотелось бы ожидать лучшего. Думал, что «Северсталь» как бы пройдет СКА. Ну, СКА оказалось в этом сезоне посильнее немного наших. Надеюсь, что в следующем сезоне наши проят себя». Увидеть всех своих кумиров болельщики не смогли. Четверо череповчан сейчас пытаются попасть в состав сборной России на чемпионат мира. Уехали на родину легионеры. Кто-то залечивает травмы, полученные на ледовых площадках. Тем не менее, и в усеченном составе «Северсталь» борол из-за кубок 20-летнего «Северсталь». Соперниками профессионалов стали команда «Лидер», составленный из работников металлургического комбината, ветераны череповецкого хоккея, а также лучшие воспитанники череповецкой школы хоккея, которые, между прочим, обыграли мастеров. Комментировал матч известный спортивный комментатор Георгий Твалтвадзе. Далее состоялось мастер-шоу и, конечно, обещанный мини-концерт. На ледовую сцену с микрофоном вместо клюшки выехал любимец публики Михаил Анисин. Завершился вечер еще более неформальным общением. Болельщиков ждало фото и автограф-сессия с их кумирами. И, конечно, главные пожелания – в следующем сезоне сыграть, как минимум, не хуже, чем в прошедшем. Из города наших дней перемещаемся обратно в Вологду. Здесь в выходные стартовал городской чемпионат по мини-футболу «Лига территорий». Это первый совместный проект администрации города и молодежного центра «Горком-35». И на турнир уже заявились 16 команд. У нас как-то, что мы самая молодая команда. Хотим выиграть, победить, конечно, потому что сыгранность команды есть, безусловно. Для них футбол – это не хобби, а целая наука. Как правильно ударить по мячу, как сделать пас. Им пришлось проштудировать сотни спортивных журналов. Команда школьников с улицы Конева к турниру по мини-футболу, который стартовал в областной столице в эти выходные, готовилась не один месяц. Мы играем в христианскую школу. Нам сделали недавно хор, там. Ну, все удобно и хорошо. Встречаемся на полях, на школьных. В общем, здоровый образ жизни ведем. «Элма», «Станкозавод», «Водники» из-за кубов главы города будут бороться 16 команд. Все они – представители общественных самоуправлений «Вологды». «Лига территории» – это совместный проект администрации города и молодежного центра «Горком-35». Стартовал первый городской турнир среди ТОСов. Это объединенные микрорайоны. Наша цель – это преследование, чтобы люди, они приобщались к здоровому образу жизни, каким-то образом себя могли проявить. Право открыть игру на жеребьевке получили команды ТОСов «Элма» из «Танкозавод». Первый матч длился больше часа. Уверенную победу одержали представители «Элмы». Они выиграли со счетом 3-1. Соперник был достаточно сложным, но мы все-таки выиграли. Воплощенная команда, все друг друга знают. Поэтому, наверное, и выиграли. Мы были спокойными. Впереди у спортсменов еще целая серия игр. Кто получит звание «Лучшая футбольная команда» и «Кубок главы города» станет известно только в конце мая. Столько продлится турнир. А мы тем временем продолжаем подводить спортивные итоги недели. О последних достижениях наших земляков узнаем, прокатившись на спортивном экспрессе. На спортивном велосипеде, я бы сказала. Ну, пусть будет так. Андрей Зайцев и Анна Кузьминска на днях подтвердили титул чемпионов Европы по латиноамериканским танцам. Лучшей танцевальной парой Старого Света наших земляков признали на соревнованиях в Краснодаре. На паркете там встретились 59 пар из 33 европейских стран. Но волокжанам в очередной раз не было равных. Добавим, что титул чемпионов Европы Анна и Андрей удостаиваются уже в пятый раз. Баскетболисты 11-й Вологодской школы завоевали серебро Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги. Финальные игры турнира КС Баскет в выходные завершились в Перми. В этом году за медали там боролись 32 сильнейших команды со всей страны. Вологжане уверенно переиграли своих соперников по группе и вышли в суперфинал, где встретились со сборной Республики Башкортостан. В упорной борьбе наши ребята уступили соперникам всего 10 очков и стали серебряными призерами. Это лучший результат Вологодщины за всю историю участия в этом чемпионате. Удачная минувшая неделя стала и для вологодских гимнастов. На днях сборная Вологодщины принимала участие в региональном чемпионате в Великом Новгороде. Помимо хозяев и вологжан, туда приехали представители еще четырех регионов. По итогам состязаний в общекомандном зачете сборная юноши заняла первое место у девушек серебро. Очередной этап областной спартакеады вузов прошел в выходные в Вологде. На этот раз ее участники команды студенток соревновались на волейбольном паркете. В этом году участников у нас всего пять, меньше чем обычно. Явный лидер у нас это команда Череповецкого университета. Остальные команды вологодские, они примерно одинакового уровня и борются именно за второе место. Потому что, я думаю, Череповец все-таки должен победить. В итоге так и получилось. Команда Череповецкого госуниверситета заработала максимальное количество очков и заняла первое место. Серебро у спортсменок из ВГПУ, бронза у технического университета. В конце апреля на паркете встретятся команды юношей. Игры пройдут череповцы. На очереди у нас тайм-аут. Сейчас возьмем спортивную прессу и, как ни странно, будем ее читать. Все самое интересное от наших коллег в ближайшие полторы минуты. Сборная России установили медальный план на Олимпиаду 2014 года. По словам президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, наша команда должна завоевать от 10 до 14 золотых медалей и стать первой в общем зачете. По словам чиновника, домашние стены помогают хозяевам выиграть на 30% наград больше. Поэтому рассчитывать на названное количество золотых медалей вполне реально. Напомним, что на последней зимней Олимпиаде в Ванкувере сборная России завоевала всего 3 золота. Курьезный случай на днях произошел в индийском городе Кальяне. После окончания одного из матчей национального чемпионата по футболу на стадионе появились десятки ядовитых змей. Рептилии выползли на поле сразу после финального свистка. Затем проникли в подтрибунные помещения и раздевалки игроков. К счастью, никто из футболистов и болельщиков не пострадал. Произошедшие экологи связывают с небывало жаркой погодой. В поисках более прохладных мест рептилии вынуждены покидать свои норы. А главным героем этой новости стал американский президент Барак Обама. Не только яркий политик, но и страстный поклонник баскетбола. Что он доказывал уже не раз. Однако последняя попытка, увы, не увенчалась успехом. На встрече, приуроченной к празднованию Пасхи, глава Белого дома решил блеснуть баскетбольным мастерством перед журналистами. Встал на линию трехочковых бросков и провалил свое выступление. В корзину он попал только с 15-го раза. Давно не тренировался. Прокомментировал свой результат президент. Жень, как тебе? А кто это? Это Вологошка. А кто это? Ну, он футболист. Видишь, вот ворота, вот мяч. А ты давно воодушевилась футболом? Не, ну футболом я вообще давно увлекаюсь, а тут просто решила поучаствовать в конкурсе. Футбольный клуб Вологда объявляет конкурс на лучший талисман команды. Принять участие в нем могут все желающие – профессиональные дизайнеры, художники и просто любители. Это практикуется везде, и в Европе, и у нас в России. Очень много клубов имеют свои талисманов. Это очень важный момент, это не празднованный момент, потому что это талисман, который будет идти по жизни рядом с футбольным клубом Вологда, с теми ребятами, кто занимается и находится в футбольном клубе Вологда. И для всех болельщиков, кто болеет, переживает за футбольный клуб Вологда. На конкурс принимаются любые изображения. Главное условие, чтобы они отражали три составляющие – футбол, Вологда и команду. Варианты талисманов можно присылать на электронный адрес команды – fk.vologda.sobachka.mail.ru до конца апреля. Победители ждут подарки. Полные условия конкурса опубликованы на официальном сайте клуба. Время напомнить еще об одном конкурсе уже нашей программы. Каждую неделю на нашей официальной страничке спорттайма ВКонтакте мы ждем от вас самую оригинальную яркую фотографию на тему «Я за здоровый образ жизни». Каждую неделю мы с Евгением выбираем лучшую работу, на наш взгляд, и ее автор получает подарок – безлимитный абонемент в тренажерный зал фитнес-клуба «Драйв». Пришло время познакомиться с победителем и участниками последнего тура нашего конкурса. Продолжение следует... По нашему мнению, на этой неделе самую позитивную фотографию загрузил юный телезритель Максим. На днях он уехал на соревнования, потому награду за внука пришлось получать его бабушке. На фотографии мои дети и внуки. Максим занимается хоккеем с 7 лет, 4 года. Играет за вологодскую команду «Алим». В подарок нашим участникам достается безлимитный абонемент в тренажерный зал фитнес-клуба «Драйв». В следующий раз победителем нашего конкурса можете стать и вы. Все подробности вы найдете на нашей официальной страничке на сайте ВКонтакте «Проспорт-35». Готовьтесь к лету вместе с нами. Вот мы и на финише. Какими событиями запомнятся следующие 7 спортивных дней мы расскажем вам, как обычно, в среду в 20.05. Любите спорт, занимайтесь спортом и смотрите «Спорт-тайм». До встречи! Физкульт пока! Субтитры подогнал «Симон»!